Девять лет назад соревнования памяти Евгения Панова были только по мини-футболу, а потому традиционно открытие кубка проходит на стадионе школы-поселка совхоза имени Ленина. В церемонии старта соревнований, помимо молодых спортсменов и болельщиков, приняли участие представители руководства поселения и родственники Евгения Михайловича Панова. Раз, два, три, ура! Каждый год состав участников соревнований увеличивается. В нынешнем кубке приняло участие порядка 800 человек. Они представляли команды Ленинского и Одинцовского районов и города Москвы. Чтобы принять такое количество спортсменов, организаторам пришлось немало потрудиться. В футболе, насколько я знаю, Москва, волейболе, мы целую неделю проводили отборочные турниры. Там тоже были московские команды и команды районов, потому что по волейболу сегодня финалы точно так же, как и по футболу. То есть сегодня то, что вы видите, это уже итог работы предыдущего времени. В этом году, помимо мини-футбола, волейбола и настольного тенниса, впервые в истории Кубка проводятся соревнования по бадминтону. И все же традиционно самые азартные футболисты. Несмотря на относительно небольшое количество болельщиков, эмоции на стадионе кипят такие, что позавидовал бы и профессиональный футбол. Все спокойно, не трогай! Да не трогай! А дальше из Богдана, через Богдана сыграть. Хорошо, Миша. Вот! Соревнования по волейболу проходили в Доме культуры, поселка совхоза имени Ленина. В финальных играх, которые проводились как среди мужских, так и среди женских команд, приняло участие шесть коллективов. Это победители нескольких отборочных туров, которые представляли районы Московской области и Москву. По оценкам специалистов, год от года уровень команд растет, что самым лучшим образом сказывается прежде всего на зрелищности мероприятия. Больше участников становится, во-вторых, уровень повышается, и, соответственно, все команды стремятся как-то достойно выглядеть, соответственно, подбирают хороших игроков. И, соответственно, турнир становится более интересным и захватывающим. Появление бадминтона в программе состязаний закономерно. В совхозе имени Ленина уже третий год действует школа под руководством мастера спорта международного класса по бадминтону Сергея Яковлева. В турнире участвуют 56 спортсменов в трех возрастных категориях, но организаторы отмечают, что количество могло бы быть куда больше. Впрочем, в будущем году нас, возможно, ждут уже более масштабные баталии. Если бы мы объявили об этом всем, то количество желающих на сегодняшнем турнире могло бы превысить 300 человек. Для этого, естественно, нужен хороший спортивный зал большой, который нам в будущем обещают также в совхозе имени Ленина. Новая школа прекрасная, которая, наверное, единственная такая в Европе красивая. И где будет бадминтон тоже жить, процветать, и, может быть, там и родятся новые олимпийские чемпионы. Соревнования по настольному теннису уже традиционно проводятся в рамках Кубка памяти Евгения Панова. И надо отметить, что это единственные состязания, в которых наиболее активное участие принимает старшее поколение. Причем возрастных ограничений нет. Например, Виктору Шикалову 86 лет, из них более 50 он играет в настольный теннис. За соседними столами также не молодежь, но весьма подтянутые и крепкие мужчины. В этом году в Кубке приняло участие более 20 спортсменов из Ленинского района. Жители нашего поселка, там, с развилки, с видного, ребята, все, кто занимается у нас, занимаются уже много лет. Они, по-моему, не профессиональные, но ездят, играют на некоторые турниры в Москве, на коммерческие. Вот, они занимаются очень долго, поэтому уровень растет. Надо отметить, что в поселении богатые спортивные традиции. Помимо постоянно проводимых любительских соревнований, здесь устраиваются турниры в память о земляках, которые сделали большой вклад в развитие Ленинского района. В частности, осенью проходит соревнование по мини-футболу в памяти бывшего председателя колхоза имени Горького Василия Мамрова. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Ольга Садовская, Видное ТВ.